Здравствуйте! В эфире специальное интервью в студии Василиса Ивашкина. Служить России суждено тебе и мне. Под таким девизом прошел первый слет местного отделения Юнармии Одинцовского округа. Теперь юнармейцы носят почетное звание Герой России, командира пилотажной группы «Русские витязи» и заслуженного летчика России гвардии полковника Игоря Ткаченко. Поговорим о планах на год с начальником штаба местного отделения юнармейского движения Игорем Топал. Здравствуйте! Доброго вам дня! Рада приветствовать вас! Спасибо! На самом деле, я так понимаю, что слет у вас не первый, но особенный, потому что там впервые присутствовали ребята из Звенигорода. Да, совершенно верно. Правильно я понимаю. И еще теперь такое почетное имя присвоили вашему движению именно в Одинцовском округе. Так получается, что мы первые в Московской области, кто подал заявку на право носить имя такого, в том числе такого человека. Надеюсь, первенство этим не ограничится. Надеемся на самые лучшие успехи в дальнейшем. Кому пришла такая идея? И что теперь ребята будут? Что-то осваивать новое? Больше увлекаться самолетами? Как вы видите дальнейшую работу именно под знаменем? Ну, абсолютно не скажу, что будут заниматься только воздушно-космическими частями и соединениями. Ну, а идея эта теплилась достаточно давно. У меня есть прекрасный товарищ и друг, такой достаточно активный человек в жизни, большущий помощник мне, Юрий Алексеевич Тихонов. Вот эта мысль пришла от него. Он, кстати, в прошлом подчиненный самого полковника Ткаченко был. И, в общем-то, до последних дней достаточно активно с ним общался. Знает очень близко сына героя и с ним, собственно говоря, продолжает поддерживать связь. Вот, благодаря вот этому человеку постепенно эту мысль удалось реализовать в жизни. Как ребята оценили? Ну, сказать, что там каких-то отрицательных или таких вот малоестественных или равнодушия какого-то абсолютно не было. Абсолютно. Единогласно сразу все очень положительно отнеслись. Тем более, рядом у нас там целая общеобразовательная школа находится имени как раз Игоря Валентиновича Ткаченко. Поэтому только положительная сторона вопроса. Я думаю, что ребята юно-армейцы из Кубинки, наверное, одни из самых активных в Одинцовском округе. Потому что там с молоком матери, можно сказать, или нет? Я бы не сказал. Очень активные у нас и Одинцовские ребята. Очень положительные, приятные моменты были с Одинцовскими ребятами из 10-го лицея, например, из 5-й школы Одинцовской, из 13-й гимназии. Одним словом, не могу так вот разделить, что одни были чем-то лучше, чем-то хуже. Нет. Те, кто занимаются реально, это действительно молодцы. Поэтому надеюсь, что имя такого человека будет активно реять и развиваться в дальнейшем. Это хорошо. На слюте присутствовало, наверное, порядка 600 участников, если я не ошибаюсь. Из них много ребят было из Звенигорода. Я сама лично присутствовала на съемке и видела очень много новобранцев, если их можно так назвать, детей, которые хотят примкнуть к этому движению. Расскажите вообще, как обстоят дела именно в Звенигороде и в его области именно с этим движением? Хотят дети идти в юно-армию? Много уже заявок получили. Как-то можно это отследить числительным? Ну, мы с ними только-только начинаем дружить. Вот буквально в этот день ко мне подходила их руководитель, взяла номер моего телефона. Я уже на следующей неделе с ней буду созваниваться, предлагать ребятам поехать с нами 8 февраля на базу наших теперь друзей, с которыми мы активно стали работать, в Таманскую мотострелковую дивизию для проведения очередных юно-армейских слаживаний по всем видам военной или пока еще довойсковой подготовки. Вот, собственно говоря, такая ситуация. А как ребятам подготовиться к слажениям? Как они занимаются? Ведь это, я так понимаю, отряды, да, у каждого есть свой командир и еще сверху, наверное, военачальники. Как они занимаются? Как проходит день, например, я не знаю, месяц юно-армейца? Ну, на самом-то деле вот эти вот слаживания у нас идут буквально с конца прошлого года. Еще раз повторюсь, что благодаря нашему губернатору Московской области удалось уже в конце прошлого года приобрести ряд учебных макетов, которые мы активно используем в своей деятельности. Пускай их пока мало, но надеюсь, что в дальнейшем круг этих макетов будет и расширяться, и увеличиваться. Будет более серьезная база, что позволит нам достаточно серьезнее подойти до войсковой подготовки ребят. Что касается самих мальчишек и девчонок, ну, про всех я говорить не могу. У каждого свой отряд. Так, вкратце, достаточно активно, например, Горковская школа, Пятая Одинцовская школа, где координаторы достаточно серьезно заинтересованы в деятельности будущих юно-армейцев, вернее, правильнее, наверное, сказать, будущих военных ребят. Движение идет достаточно активно, ну, на том уровне, как оно есть. В Кубинке это первая школа, вторая школа, где ребята действительно стараются, и не просто застараются, с большим пониманием относятся к тому, что от них требуется, и на что им нужно ориентироваться в дальнейшем. Наша школа будущих сержантов, как центральное звено всей этой структуры, ведет такую же активную работу и деятельность. Главное, чтобы у ребят было желание и возможности координаторов включать их вот в эту большую канву интересную. Ну, а от нас и от военных, которые нас очень-таки настойчиво приглашают участвовать в слаживаниях, чтобы потом провести финал мероприятий, только положительная сторона решения ее. Все-таки основная задача движения юно-армии – это привлечь к дальнейшей военной службе детей? Нет, совершенно нет. И изначально вопрос вот именно так сделать из них, скажем так, военизированную или милитаризированную сторону не ставилось. Задача стоит в том, чтобы подготовить ребят к служению своему, своему, именно своему родному государству. Вот это цель главная. А уж какую сторону выберут они – военную, гражданскую – это уже другая сторона вопроса. Как попасть? Как стать юно-армейцем? Куда обратиться? Вот, например, ребенок захотел, увидел. Сейчас в каждой школе действуют, пускай там небольшие, но действуют отряды. Пишется заявление на имя начальника местного отделения. Оно потом в итоге передается мне, я оставлю на нем подпись. А, в общем-то, затем весь вот этот набор документов, включающих, скажем так, заявление само, согласие родителя, обязательно согласие родителя. Эти два документа подаются уже мной в региональный штаб. И, в общем-то, через определенное время ребенок приглашается на прием присяги единый, вот, который у нас будет на очередных слаживаниях, когда действительно мы подготовим тот состав, может быть, даже в апреле месяце. И два раза в год все желающие, подтвердившие, не просто там принимающие участие, а подтвердившие свои намерения, они становятся юно-армейцами и действуют уже, и живут по нашим правилам. А как они, вот объясните немножко, вот он стал ребенок, все согласия подписали, он стал юно-армейцем, пригласили, присяга, и дальше что? То есть слаживание? Дальше занятия, которые проходят, в принципе, в большинстве школ, ну, говорю как раз только про те школы, где реально идет работа активная, ну, вот, рядом первая школа Кубинская, где их координатор очень активную деятельность ведет, сам лично ведет занятия с ребятами, поэтому то же самое я скажу про вторую Кубинскую школу, где тоже идет достаточно активная деятельность. Ну, не сомневаюсь, что в других школах не хуже ситуация. Как у вас прошел год 2019-й? Много ли было соревнований? Какие самые яркие моменты, расскажите? Ну, тут уже врать не буду, прошел не совсем удачно. Почему? Принимали участие практически во всех региональных состязаниях, но, к сожалению, по определенным причинам, наверное, больше от меня зависящей, к сожалению, все осталось в формате участия. Ну, главное участие все-таки не победа, или ребята сильно расстроились? Желание, конечно, всегда показать результат, он всегда присутствует. Ну, так сложилось в прошлом году. Будем надеяться, что в этом году будет еще интереснее. А чего не хватило? Почему только участие? Почему не победили? Ну, ваше мнение, экспертное, все-таки вы… Где-то в какой-то степени от меня зависит, так уж по состоянию здоровья не сложилось у меня. Можно достаточно серьезнее подойти к подготовке ребят. Ну, будем надеяться, что этот год будет немножко интереснее. Будем надеяться, будем за вами наблюдать. Спасибо. А гренадеры России? Они в апреле месяце. Будут? Да, будут обязательно. А в прошлом году? Будет что-то новое по сравнению с тем, что было? Безусловно, безусловно. Во-первых, в прошлом году мы впервые приняли участие в слете постов номер один, которые проходили на базе Музея Победы на Поклонной горе. Мы попробовали себя, и в одном из конкурсов мы заняли первое место. Конкурсов всего было четыре. Вот в одном из них мы были первые. Получив первый навык, попробуем в этом году показать себя еще более серьезнее. Поэтому в корне меняем подход к проведению гренадеров России. Вернее, одна из сторон вопроса – это будет как раз подготовка желающих принять участие в состязаниях постов номер один и в подготовку к участию в состязаниях, проводимых региональным отделением Московской области. Получив опыт за прошлый год, мы его обязательно включаем в подготовку к состязаниям уже этого 2020 года. Плюс еще нужно понимать, что в этом году у нас 75-летие Победы. Следующий год, как бы там, что бы ни говорит, но тем не менее, год начала Великой Отечественной войны и участие планируется со стороны не просто нас, а на нас надеются, что мы будем принимать участие в том числе и в военно-исторических реконструкциях, не просто как юно-армейцы, а именно как бойцы, на тот момент сильнейший в мире Красной, потом Советской Армии. В общем, есть чем заняться юно-армейцам. Да, абсолютно. Я думаю, что ни минуты свободного времени у ребят не будет. Кстати, это тоже очень хорошо, чтобы ребенок был обязательно чем-то занят. А скажите, где будет проходить финал, если не секрет, гренадеров России? Или полуфинал? Что-то можно озвучить уже? Ну, пока я скажу сразу про финал, потому что непонятно пока ситуация, не от нас она зависит, от возможностей и администрации района это все организовать. Пока планируем на базе штаба 1-й танковой армии, юбилей которой будет уже в следующую субботу, даже, простите, в пятницу будет, и определенное, так сказать, содействие, чествование будут оказывать и наши юно-армейцы, которые примут участие непосредственно в официальной части мероприятия, проходящих в штабе армии на Баковке. Ну, это замечательно. Я желаю вам успехов. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.